Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Отвыкли мы уже видео, снимайте их. Значит, сегодня рассказываем о книгах, в которых совпали в сентябре месяце прошедшем. Их всего две. Начнем, пожалуй, с «Все новые сказки» Нил Гейман. Эту книжку я показывала в посылке из «Лабиринта» номер 9. И там был один такой комментарий, который очень точно отражает мое мнение, что Нил Гейман не является автором всех этих рассказов, всех новых сказок. Хотя здесь его рассказ есть тоже. Он составитель. И большинство... Да, и... Эл Сэр Антонио. И большинство этих рассказов не достоин внимания. Полностью согласна, полностью солидарна. Единственное, что хочу добавить, что предисловие зато шикарное, волшебное. Полностью отражает вплоть до буквы мое мнение. И я хочу быстренько так отметить рассказы, которые мне все-таки понравились. Это первые 3-4 рассказа. «Озеро гоблинов» Майкл Суэнвик, автор. Так, Лоуренс Блок поймал, отпустил. Меня очень впечатлил именно этот рассказ. Если я не даю ссылку в сети в свободном доступе, то я обязательно ее оставлю. Кэролин Пакхерст нехорошо. Джеффри Дивер терапевт. Ну, у меня еще меньше. По сравнению с теми американскими сказками, что мы с тобой читали в электронном варианте. Не, американский бог назывался. А, ну да, да. Но тем не менее, автор тоже. И поэтому, выписывая онную книгу, понятно, что мы ожидали нечто такого же напечатающего. Увы, увы, увы. Ты меня не предупредила, когда правила, так сказать, первые врачные ночи, всегда читаешь первые, все книги приобретаемые. И я, как бы, совсем не обладая никакой информацией, не спрашивая, какое впечатление человека, и начала читать. И читая, и читая. И реально вообще ничего. Ну, вот поймала, пусти, еще куда не шло. Куда не шло. Больше не... Куда не шло. Ну, более-менее. Мне очень понравилось. Остальное все вообще ни о чем, и никак. Перейдем к следующим бряникам. Алексеев Сергей Трофимович, почти земляк, потому что наш род с мамой из Вязко-губернии, Сергей Трофимовича тоже. Книга называется «Россия. Мы и мир». Я хочу сразу подметить, что тем людям, которые поддерживаются строго того, той точки зрения, которую внушили нам учителя еще на школьной скамьи, и не собираются менять свое обозрение на историю, таким людям с Алексеевым не по пути вообще, даже не пытайтесь. Но так как мы с мамой открыты для новой информации, готовы ее обдумывать, нам очень понравилось, да? Безумно, безумно. Я хочу подметить, что эта книга документальная, просто Алексей много пишет художественных. И она рассказывает, собственно, о своей точке зрения, кто мы такие, куда мы едем. Да, все такое, и даже делает какие-то пророческие моменты, рассказывает, какие экологические катастрофы, где именно будут происходить. Называет точно города, точно что произойдет, называет не только года, но даже точные даты. И даже называет человека, который всю эту ситуацию разрулит, скажем так. Я даже не принялась, в Google календарь внесла все эти предсказания, потому что я могу забыть, а вот Google календарь вообще не забудет и напомнит мне. Да, самое страшное, что это буквально вот за порогом, то есть вот-вот. Да, 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 буквально год-два и вуаля. Это начнется, да. Я, в принципе, предпосылки всего уже сейчас вижу то, что сейчас происходит, оно уже идет. Да, мне очень нравится вот его рассуждение, так сказать, ведь он перелопатил массу литературы, книг. Да, он сам путешествовал по Уралу. Да, и научно, и по Северу он, кем только он не работал, что только он не изучал, он буквально сходил надами, это все, всю нашу землю, северо-северо-северо-северо-северо-северо-северо. Ну, что делать, много чего уйдет, а мы-то как-то пострадаем в России от хищнического, так сказать. Мы-то как раз и меньше всего. Ну, тем не менее, так сказать, Западный и Восточный Сибирь полностью изменят свою область. Мы будем, пусть шокируются сами по себе. И поэтому я лично верю, верю святое непоколебимо в его рассуждение. Ну, а не то, чтобы святое непоколебимо. О цикличности, так сказать. Ну, сколько я читаю об истории, столько я убеждаюсь, что все, что мы читаем, нужно делить не на 15 даже, а на все 220. Ну, да, но тем не менее, здравый смысл, вот то, что мы знаем, хотя бы, что научно доказано, вот все эти, то есть о сущности младосущих. Мне особенно понравилось это вот выражение «младосущие государства», ну, типа Америки, то есть искусственный ламинат, у которых нет корней, которые, так сказать, все... Ты рассказываешь книгу. Ну, это я просто говорю. И о наших корнях. А я думала, видео коротким будет. Ну, ладно. Я закончу на этом. Потому что я в восторге, я готова говорить об этом долго. Настолько восхитила. Так, господа, просим, просим маму, чтобы она об Алексееве много-много-много рассказывала на камеру вещей, потому что вот, вот... Ну, что эта книга «Россия, мои мир»? Она, конечно, изумительная, шикарная. Да, она потрясает и ужасает. Но у Алексеева много есть другого. И просите маму. Она вам не сможет отказать. Не отказала? Не знаю. Не знаю. Рассказывать обо всем, так и не хватит никаких видео, извините меня. Ты каждый раз так говоришь. Нет, ну, то, что положим у меня, он в числе наиболее. Ну, всё-всё-всё. Нет, да. Да. Я вкокетничалась тут. Всё. Пока-пока. До свидания.